Не успели отгреметь страсти вокруг рождественских шуток Урганта и Депардье, показавшихся определенной части верующей общественности оскорбительными, как чувства потомков вымышленного религиозного персонажа, которым их же спаситель наказывал терпеть, если они хотят оказаться в царстве божьем, вновь оказались оскорблены. На этот раз полиция заинтересовалась выступлением российского стендап-комика Александра Долгополова, состоявшимся в феврале 2019 года в одном из клубов Санкт-Петербурга. Тогда молодой человек много шутил на тему политики и религии. Некоему жителю Орехова-Зуева, наткнувшемуся на запись выступления Долгополова на ютюбе, вероятно, не понравилась шутка про Иисуса. Оригинальное выступление стендапера можете посмотреть по ссылке в описании. Да, юмор низкопробный, хотя, может быть, я просто не понял гениальную шутку. Но это вовсе не означает, что человека нужно преследовать за то, что он сказал о Христе и Деве Марии, не то, что хотелось бы слышать некоторым верующим. В настоящий момент полиция проводит проверку, для чего правоохранители запросили у руководства клуба данные о месте и времени съемки, выложенного на ютюб-видео, а также сведения о выступающем. Обидевшийся житель Орехова-Зуева, с которым побеседовали журналисты и, не называя имени которого окрестили глубоко религиозным человеком, прокомментировал ситуацию с оскорблением чувств верующих следующим образом. Во-первых, он заявил, что Долгополов, которого верующий мистер Икс назвал ушлепком, снимает табу, которые не прописаны нигде, но все знают, что так делать нельзя. Видимо, имелось в виду шутить на тему религии. Во-вторых, он сообщил, что мотивом обращения с жалобой в полицию было нежелание того, чтобы его дети столкнулись на ютюбе, цитата, с этим чмом. И, наконец, оскорбленный верующий попытался сформулировать мысль о том, что у любой шутки есть рамки приличия и святых вещей касаться нельзя. Но вышло как-то не очень. Дословная цитата. «А если я испражняться при тебе буду на могилы твоих родных, ты ко мне тоже лояльно отнесешься? Это же шутка будет». Собственно, это тот самый и, увы, нередкий случай, когда мы можем воочию наблюдать за глубоко религиозным человеком, не знающим, как отомстить богохульникам за их высказывания о Всевышнем, кроме разве что симметричного ответа. Испражнения на могилы их родственников. Иисус ведь именно это и завещал. Ни терпение и смирение, а вот то, о чем мечтает таинственный и в то же время очень обидчивый житель славного подмосковного города. В свою очередь Александр Долгополов сказал следующее. «Закон о защите чувств верующих – это дискриминация атеистов. Такого закона не должно быть, судов над атеистами не должно быть, эти суды несправедливы. Я прав, а этот человек, как бы он ни обиделся, нет. Россия поплатится за это в будущем, как поплатилась в начале 20 века, когда православие наслаждалось так же безумно. Шутки свои корректировать не буду». Очень жаль, что некоторые люди начинают говорить вслух о том, насколько безумным с точки зрения здравого смысла является закон о защите чувств верующих, только тогда, когда правоохранители, гневно потрясая уголовным кодексом, оказываются у порога их дома. И пока бога до сих пор нет, настолько нет, что за оскорбленного всемогущего творца вселенной заступаются его рабы, СМИ сообщают о том, что подконтрольная РПЦ компания «Мезыпь», та самая, которая не так давно объявила о намерении производить элитное вино на продажу, в конце 2019 года подала в Роспатент заявку на регистрацию двух товарных знаков. В числе регистрируемых обществом с ограниченной ответственностью видов деятельности не только производство алкогольной продукции – вино, водка, ликер, джинн и услуги гостиниц и пансионатов, но и проведение квалификационных экзаменов по пилотированию дронов и организация казино. Для тех, кто не в курсе, 66,7% акций компании «Мезыпь» принадлежат финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, а оставшиеся 33,3% – художественно-производственному предприятию Софрина, который, в свою очередь, подконтрольная РПЦ. Почему-то хочется думать о хорошем. Например, о том, что компания, имеющая непосредственное отношение к православной церкви, обратилась в Роспатент не для того, чтобы впоследствии открыть казино, а для того, чтобы никто больше не смог использовать конкретный товарный знак в игорном бизнесе. Или в организации экзаменов по пилотированию дронов. Но чудес на свете не бывает. И напрасно, видимо, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон весьма своеобразно, но при этом достаточно красноречиво предупреждал об опасности азартных игр. Бизнес есть бизнес – хоть на вине, хоть на рулетке. Почти 10 лет назад митрополит Илларион заявил, что игорный бизнес не только не ведет к спасению, но вредит душе и душам многих других людей. «Игра сама по себе греховна, а игра на деньги – это нечестный способ заработать и, по сути дела, обман другого человека», – заключил служитель культа. То есть то, чем вполне возможно собирается заняться организация, сто процентов акций которой находятся в собственности православной церкви – это откровенный обман с точки зрения самой церкви. И если в прошлый раз, когда речь шла про производство алкоголя, а отдельные представители РПЦ уверяли, что вино пить полезно и это делал даже сам Иисус, а к алкоголизму это не имеет никакого отношения, то что будут говорить сейчас? Если будут говорить вообще? Что православное казино не такое вредное, как обычные горные дома, а сам Христос баловался игрой в наперстке? Торговля свечками и духовной литературой, похоронный бизнес, производство элитного алкоголя, сдача в аренду помещений, платные магические ритуалы, бесплатное дарение ювелирных украшений в обменно фиксированные добровольные пожертвования – это лишь вершина айсберга церковного бизнеса, о существовании которого у нас имеются довольно отрывочные сведения. Статус РПЦ, имеющий существенные налоговые льготы и возможность не отчитываться ни перед кем о своих доходах и о том, куда идут пожертвования, позволяет людям в рясах в принципе вести какой угодно бизнес, и так, как им заблагорассудится. И на этом пути церковь, похоже, не остановит ничто и никто, в том числе и тот факт, что нередко этот бизнес вступает в противоречие с тем учением, которое она проповедует. Тем временем нынешний главный рупор РПЦ Владимир Легойда вновь попытался оправдаться за знаменитых священников на Мерседесах, заявив, что такой проблемы в церкви нет. Нет, потому что сам Легойда о ней ничего не знает. По его словам, большинство из 40 тысяч служителей культа вообще не имеют личного транспорта. Поверить в это сложно, а еще сложнее проверить. Верить на слово Владимиру Романовичу мы не обязаны и не можем, и в данном случае скорее прислушаемся к копальному протодиакону Кураеву, который, комментируя высказывания Легойды, отметил, что сам он знает только одного священника, который не водит автомобиль. Его возит жена-бизнесвумен. И вообще проблема не в наличии машин как таковых, а в их цене, за которую, добавлю уже от себя, хозяева жизни в рясах стоять не намерены. После этого в столь важную для занимающейся спасением грешников религиозной организации дискуссию включился председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Иларион, посчитавший, что пришло время оправдаться за элитный испанский пентхаус на берегу Средиземного моря, который в конце прошлого года обнаружили у него вездесущие журналисты. Иларион рассказал, что церковная зарплата у него небольшая, всего 49 тысяч рублей, а живет он на гонорары за книги, фильмы и музыкальные произведения. В общем, неплохо зарабатывает на духовности. И никакого Мерседеса у него нет. Есть, правда, автомобиль Genesis 2016 года и Audi 2010, а еще четырехкомнатная квартира в столице. Вот только про испанские апартаменты митрополит особо распространяться не стал, ожидаемо назвав слухи о дорогой заморской недвижимости заказом, вероятно, Константинопольского патриархата, руководство которого строит против божьего человека козни с тем, чтобы сместить его с поста главы отдела внешних церковных связей. Ну ладно, а вот журналисты продолжают настаивать на том, что Иларион таки владеет испанской квартирой за несколько сотен тысяч евро. Да и что тут такого, если и владеет? Ведь сам митрополит признался, что не бедствует. Но осталось немножко на квартиру с видом на Средиземное море, бог ему судья. Правда, после такого уже не особо поговоришь о патриотизме. А митрополит это любит. Хотя, имея все это, нисколько не сомневаюсь, честно заработанное богатство, Иларион, не моргнув глазом и несмотря ни на что, спокойно заявляет, что церковь обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, для того, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее. К сожалению, сам Григорий Валерьевич не спешит следовать церковным призывам и раздавать свое имущество нуждающимся. Что же касается нестяжания, то высокопоставленный божий человек выкрутился и здесь. По его словам, как только монах становится архиереем, он начинает руководствоваться правилами для архиереев, а там нет ни слова о нестяжательстве. А отвечая на комментарии одного из зрителей, возмущенного тем, что я будто бы испытываю нездоровый интерес к карману митрополита Илариона, скажу, что доходы этого служителя культа, как и любого другого, лично меня совершенно не волнуют. Ровно до того момента, пока такой вот божий представитель, возомнивший себя носителем истины в последней инстанции, не начинает на каждом углу стращать посмертными муками тех, кто не верит в бога, при этом утверждая, что мифическое спасение возможно только в церкви, однако сам при этом не спешит делать то, к чему призывает свою паству. Пока пастыри не начинают вмешиваться в личную жизнь людей, постоянно вещая о каком-то грехе. И, наконец, пока в церкви не забудут такое слово, как лицемерие. Нет ничего плохого в том, чтобы копить богатство на земле, иметь автомобиль, четырехкомнатную квартиру или пентхаус в Испании. Или и то, и другое, и третье сразу. Но, наверное, не тогда, когда, одевая странное черное платье и не менее странный колпак, ты начинаешь вещать о необходимости помогать нищим, при этом не испытывая никакого желания делиться с ними своим собственным богатством, для того, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее. В этом, на мой взгляд, и заключается одна из главных проблем современных служителей культа. Едва ли большинство из них, особенно те, которые передвигаются на иномарках во славу Божию и относят себя к церковной элите, верят в то, что проповедуют. И тем более странно в таких условиях требовать от людей прислушиваться к проповедям священника, который сам не торопится выполнять Божьи заветы, придумывая сотни отговорок, почему ему не очень хочется подражать нищете Христа. Между тем, православный митрополит Митрофан высказался об открытии в 2020 году в Мурманске крематория. Служитель культа сказал следующее, цитирую дословно. «Это язычество в чистом виде. Подобные обряды были прекращены, как только на Руси появилось христианство. У нас что, земли нет? Трясти пепел, а потом еще развеивать его по ветру – это безумие, это не наша традиция. Мы же веруем в то, что Господь совершит воскресение мертвых, и если наша душа уходит на небо, то тело пребывает в земле. Человек двусоставен, значит, нужно беречь тело и душу, и молиться об упокоении, а не разлагать его на атом. Это в чистом виде вызов Богу. Не говоря уже о том, что у христиан особое отношение к мощам святых. Серафим Саровский, Сергий Радонежский и десятки других до сих пор творят чудесное исцеление. Разве это случайно? Российское общество, если митрополиту Митрофану об этом неизвестно, состоит не только и даже не столько из православных верующих, многие из которых, к слову, относятся к кремации достаточно лояльно. Более того, как свидетельствует статистика, большинство россиян подражают верующему меньшинству и отождествляют себя с православием, просто следуя традициям, хотя едва ли может похвастаться знанием символа веры. По этой причине довольно странно, что глава православной епархии решает за других, каким образом они должны хоронить тела своих умерших родственников, руководствуясь при этом пещерными взглядами кочевых древнееврейских племен на то, как необходимо погребать усопших. К тому же никто не заставляет митрополита лезть в печь крематория и тянуть за собой свою паству, если уж они собрались дожидаться второго пришествия Христа, отлеживаясь в уютных могилах. Служитель культа считает безумием, когда тело умершего сжигают, а оставшийся пепел развеивают по ветру. Его право. Тогда оставьте за нами точно такое же право именовать не иначе как безумием то, что верующие носятся с кусками трупов тех, кого называют божьими угодниками, молятся рядом с ними и целуют, ожидая от тех, кому некогда принадлежало это тело, заступничество перед Всевышним. Вот, например, все тот же митрополит Митрофан встречает в мурманске останки преподобного Варлаама Керецкого, который церковь нежно именует святыми мощами. Так что вполне может оказаться так, что вам откажут в кремации, способе погребения, который, между прочим, прописан в федеральном законе о похоронном деле, просто потому, что кто-то верит в грядущее массовое восстание мертвецов, руководить которым якобы будет сам бог. Воистину, как сказал недавно настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Ленске Анатолий Астафьев, правда, немножко по другому поводу, почему больные люди стали брать верх в общественной жизни? Им же надо говорить, что они больные. Всецело разделяю мнение служителя культа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По имя Отца и Сына и Святого Духа, жгинь отсюда. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас! Продолжение следует...